Сбербанк и Меридиан. Меридиан энергоматч, который обещает быть напряженным и запоминающимся Сбербанк сегодня, да и вообще очень хороший ход набрал до того, чтобы оформить чемпионство в сегодняшнем туре. Ну, конечно, далеко и прежде временно говорить, но вот Меридиан выбить из борьбы за медали можно. И это, наверное, такой будет особый почетный титул. Посмотрим, удастся ли. Сбербанк в традиционной форме, белые майки, зеленые шорты. У Меридиана форма не менее традиционная, Меридиан играет в синих цветах. Пять раз эти команды встречались в самых разных наших соревнованиях. Четыре матча в 2017 году. Меридиан чаще одерживал победы. 2-1, 5-1. 2-1. Ну, вот Сбербанк тоже отличился победой над Меридианом. Что там? 2-1 обыграли. 13 мая 2017 года. Вряд ли это была пятница, но вот 13 оказалось не счастливым числом для Меридиана. И ничья зафиксирована 3 марта 2018 года. То есть в этом розыгрыше. В том матче на 12-й минуте забил Довгань с передачи Халимова. А за Сбербанк отличился Михаил Меркулов. Штрафной Сбера. Отбились Меридиану, теперь их атака пойдет. Меридиану сегодня еще предстоит... Меридиану еще играть с банком ВТБ. А Сбербанк будет ждать Мосэнергосбы. Так что день сегодня у всех напряженный. Слабых соперников нет. В нашей конференции пример в принципе. Вот даже Сбербанк технологий могут неожиданно удивить. Не сразу сумел подняться игрок Сбера. Меридиан бьет своих, чтобы другие боялись. Сбербанк не рискует. Выносит мяч игроки, если видят, что может не получиться прием. Но Сбербанк рисковать никакого смысла нет. Для них-то и ничья не критичный результат. И вот удар мы что-то похожее видели в предыдущем матче. Когда на площадке был Мосэнергосбыт. Ну вот видимо не только Сбербанк у нас может так разыгрывать главы. Прикажет удачный для Сбербанка. Контра-атака срывается за счет неточного паса. И в позиционной атаке. А теперь белая, ну, как же так. Казалось, что в конференции премьер таких ошибок уже быть не должно. Пытается у Сбербанка усыпить соперников такими долгими распасовками. Главное, чтобы не уснули вместе с этим Сути, а то тоже будет фиксировать взятие Айваров. Видимо, не выявит первый тайм лидера. Ну, только начало. Все самое интересное обычно мы наблюдаем во второй 10 минут. А вот сейчас можно было забить. Еще одна ошибка у Меридиана. Что ж такое? Заговорил я, что первый тайм лидера не выявит, и Меридиан расслабился. Мне надо же воспринимать так буквально эти слова. Это не самый точный прогноз. Это не самый точный прогноз. Сбербанк сохранил. Удар по центру. А Жунов едва успел поднять руки. Совсем скоро прозвучит свисток. Мне кажется, футболисты Меридиана уже ждут его. Не складывается у них этот матч. Для них то, чтобы непривычно вторым номером играть. Это комфортно. Но количество атак слишком малое. Меридиан умеет ждать. Но вот, видимо, ждет второго отрезка противостояния. Пока нарушение правильное. И тайм-аут. Сбербер берет. Что-то собираются придумать на этой штрафной. Ну вот и все. Все, что было задумано. Вот все, что было исполнено. Ну вот такими забросами Сбербанк уже не удивишь. Первые раза два было опасно. А теперь защитники готовы. Ротор, далеко от тебя мяч упустил. Но прием это не его конек. Перерыв. 0-0. Второй тайм. Сбербанк и Меридиан Энерго. Сбербанковцы очень неплохо провели первую 10-минутку. Ударов нанесли по воротам соперника. Шесть ударов. Если верить официальной статистике, можно абсолютно не верить. И три в створ. У Меридиана четыре удара. Один в створ. Три угловых подал Сбербанк. Один угловой Меридиан. Ну, как бы близко не был Сбербанк к забитому мячу, в графе забитые мячи у них числится ноль. Ни одного фактического взятия ворот не было. Так что, пока это только попытки. И Меридиан по-прежнему опасен. Им хватает полмомента для того, чтобы забить два мяча. Здесь я не оговорился. Действительно, они забивают просто тогда, когда, казалось, ничто не представляет опасности. Возможно, мы сейчас наблюдаем не просто матч, а титульный бой. Потому что у нас встречаются чемпион прошлого года и возможный чемпион нынешнего первенства. Сбербанк. С первых секунд второго тайма отправляет вратаря в атаку. Вот сейчас потеря. Могли поплатиться, но мяч на ногу не лег. Просто свалился с ноги бьющего. Еще один удар у Сбербанка. Пытается развернуть контратаку. У Меридиана здесь что-то случилось. А, второй пас вратарю, конечно. Чтобы не было свободного удара. Что это за Меридиан так ошибается? По-детски буквально. Здесь тачь-то жну. Угловой Сбера. Сбербанк из чужой штрафной уже не выходит. Угловой Сбербанк. Угловой Сбербанк. Угловой Сбербанк. Ажнов Хорошее смещение в центр И пробить удалось Правда у защитника попал игрок Еще один выстрел Ажнов Если сохранит Ворота в неприкосновенности Должен стать лучшим вратарем Как минимум тура Ворота пустые Что сегодня с Меридианом Обычно такая Хлуднокровная команда Здесь столько ошибок Впору хвататься за голову И ее не отпускать Чувственное преимущество Сбера Здесь усилиями ни одного Ажнова Уже всей команды отбивается Меридиан Выше цели Вратарь уже как-то безнадежно бьет От отчаяния как будто Вратарь уже как будто Я не могу Меридианом Вратарь уже как будто Передной рейд галкипера Сбера. Вот здесь вратарь уже вернулся. Очередной угловой. Какой же уже по счету. Вратарь сохранил мяч. Думаю, это уже просто расстрел Ажнова. Меридиан. Пытается пошире атаковать. Но у них просто не держится мяч сегодня. Меридиан сегодня словно подменили. Очередное попадание в галкипера. Ажнову верхом забрасывает. Борьба с рутарем. За мяч. Вратарь молодец. Играет за троих. Пусть побывал за центром. Можно и вратарю отдать. Теперь больше вратарю нельзя. Вот теперь можно. Настоящая командная игра у Сбербанка. Последние секунды. Все. Нулевая, но боевая ничья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова